Начнем с того, что у человека на все есть собственный образ, собственное представление, собственная концепция. И помимо всего этого есть парадигма как бы мировоззрения, как все устроено, то есть даже если человек не до конца об этом задумывается, но он все равно предположительно обладает этой образностью. Но еще у человека есть парадигма собственного мышления, да, собственного подхода, взаимодействия с той или иной информацией, взаимодействия с самим собой. Зачастую человек вообще даже не осознает и не ощущает, заметь, именно ощущает, я не говорю слово, думает, что такое личность. Зачастую человек просто как бы вот услышал, ну да, эго это моя личность, но это какие-то явные примеры, ну например, я позавидовал, о, это моя личность. А ведь личность, она гораздо ювелирнее, гораздо изощреннее действует, то есть это постоянное ее присутствие, она постоянно слышна на фоне, она постоянно этим фоном воздействует, вот этой предтечей. И человек, не замечая этого, он выцепляет уже только яркие всплески. И для чего вот наш проект, для чего практ? Чтобы человек, не сомневаясь больше, точно различал, где он, а где его личность, различал и не путал. Но на пути к этому различению куча подводных, как говорится, камней, то есть препятствий и таких испытаний и противостояний, потому что личность борется за свое место под солнцем, за свою власть. Она не хочет упускать донора. Почему донора? Потому что человек – это светимость, это состояние, чистота также Творца, а не только чистота личности. Но личность питается за счет этой светимости. И когда человек начинает находиться в наблюдении, в бдительном состоянии развлечений, он перестает по умолчанию транслировать в иллюзии, в ментал, в образность эту самую светимость. И, соответственно, личность, образ себя, образа себе начинает недоедать, начинается агония, начинается голод. И, соответственно, что делает весь этот механизм, сама эта программа личности, программа его ума? Она пытается вернуть статус-кво, то есть вернуться к тому состоянию, которое было изначально, то есть в положении хозяина, когда человек прислуживает личности, когда он зависим от нее. И получается, что человек не замечает, во-первых, всего этого, не замечает, потому что даже не ведает об этом, но и не пытается быть настойчивым в том, чтобы быть в наблюдении, быть в присутствии. А откуда растут всего этого ноги? Растут они от того, что человек думает, что он имеет иллюзии, человек думает, что у него есть какие-то мечты. Хочу разочаровать. Здесь все совсем наоборот и гораздо печальнее. Иллюзии имеют человека, мечты имеют человека. Что значит имеют? Потому что они не дают даже человеку осознать, распознать и ощутить, как выстраивается весь этот механизм. Например, человек хочет просветления, человек хочет пробуждения, человек хочет какого-то изменения. Он, по большому счету, даже не знает, что это такое. Он просто хочет хотеть. Он находится в стадии взаимодействия со своим представлением. Он не замечает ни то, что есть концепция, и ни то, что у него есть стереотипность подхода и взаимодействия с этой концепцией. То есть с той или иной. И получается здесь как бы сон во сне. Сон сном погоняет. Неведение в неведении. Преданность зову. Потому что если человек не бдителен, если человек не находится во взаимодействии с самим собой через наблюдение, причем наблюдение со стороны, то рано или поздно личность его апгрейдится и подбирает этот зов под себя, превращая его в элементарное любопытство или в элементарное желание, какую-то мечту, какое-то достижение. И это и сворачивает этот весь путь в никуда. Потому что большинство, ну так берем в общем, человек ездит по каким-то семинарам, по каким-то сатсангам, по каким-то ретритам. Что он там ищет? Ведь человек даже не хочет посмотреть, чего он ждет. А ведь надо задать себе вопрос. Хорошо, я нашел. Какой он я? Какая это моя жизнь? Что изменилось? А человек даже не подходит к этому. Ему нравится состояние забвения. Потому что вот ненастная погода, передряги на работе, дома может быть что-то неладное, еще какие-то нюансы, просто хандра, просто скука или еще какое-то беспокойство или пустота образовалась в жизни. И человек едет куда-то, особенно там, если ретриты в сатсанге проходят в каком-то теплом месте, птички поют, цветы пахнут, вода плещется там в океане. И человек такой приходит, это все у него аккумулируется вот с таким уходом, побегом от себя. Это как пытаться строить отношения, начиная с поезда в отпуск. Пока ты в отпуске, пока нет никаких проблем, когда все так здорово, красиво, рестораны, экскурсии, все такое, отдых. Это, конечно, классно. А потом начинается суровая проза жизни, когда человек возвращается и обалдевает. О, ничего себе, тут надо вот это вот делать, платить по счетам, а человек даже не интересуется, сколько, чего, как и где. Или там нужно родственников навестить, а человек даже не спрашивает или не предлагает. То есть фактически нельзя путать туризм с эмиграцией. Когда туризм – это одно, когда человек на постоянке, где-то находится на постоянном жительстве, это совершенно другое. И это никогда не будет знаком равенства между ними. Во всем этом зашит алгоритм наркотика, алгоритм допинга. Будь то адреналин. Вот смотри, человек, донор, сдает кровь, он точно так же зависим от этого. Он уже не может не ходить и не сдавать. Человек, который ходит в горы, он уже не может не ходить и не готовиться в горы. Не важно, что он может отморозить себе пальцы, еще руки или еще что-то там. Не важно, он будет ходить. У него вся жизнь поделена на до и после. Он фактически сначала готовится, мучается, идет туда-сюда ради каких-то двух, каких-то там фотографий, трех. И потом он возвращается и готовится снова. То есть у него жизнь все время побег от себя, побег в какую-то занятость, вовлеченность. Это и есть и сон. Наверное, наш слушатель сразу может сказать, ну как же жить тогда, что вообще ничем не интересоваться, никуда не ходить? Нет, ни в коем случае. Ключ всегда в другом. Все можно делать. И туризм, и ходить в горы, и если хотите, прыгайте там с парашютом. Не важно, что вы делаете. Но делайте это в наблюдении со стороны. Будьте разотождествленным состоянием, состоянием присутствия. То есть будьте не вовлечением. Я много раз говорила, что ходить по воде – это и есть этот принцип. Принцип осознанного скольжения с собой по поверхности реальности. Но ни в коем случае не нырять на дно, не обуславливаться, не погружаться. Потому что это и есть забвение, это и есть иллюзия в иллюзии, это и есть сон внутри сна. Вот эти даже все аскезы – это все равно другой градус, но все тот же самый допинг. То есть оборотная сторона, другой его полюс. Это знаешь, как вот есть гордыня, да? У человека есть гордость. То есть есть гордыня, когда человек говорит «я лучше всех», это гордыня со знаком плюс. А есть человек говорит «я хуже всех», это гордыня со знаком минус. Так и аскеза – это тоже самая попытка вычурно показать себя, получить какое-то такое подтверждение своей избранности, своей непохожести. Потому что по большому счету большинство, которые куда-то уходят в аскезу, в пещеру, в пустыню, неважно куда, они потом хотят об этом рассказать. Попробуй отбери у этого человека возможность поделиться с этим когда-либо. Нужно ли оно ему вообще? Это синдром достигателя. Это синдром захвата целью. Зачем? Это делается для того, чтобы не возникла даже мысль «зачем?». Потому что это «зачем» слишком пугает. Вот чтобы не подумать «зачем?», не дойти до этой отметки, человек готов прятаться, делать все, что угодно, чтобы только не прийти в ту отметку, где он сам на сам. А для чего все это? Самое опасное в данной реальности – это обусловленность смыслом. Я не говорю, что смысла нет. Он есть, но он другой. И к нему можно подойти сначала, разобравшись с смыслом ментальным. Потому что ментальный смысл – это представление, это концепция. И это совсем не та же чистота, что смысл сущностный. И для того, чтобы подойти к сущностному смыслу, надо сначала разобраться и с самим собой, и со своим подходом, и со своим развлечением. Потому что только через это можно уловить, ощутить, осознать, где ты, а где ментал, где твой образ, где мысли. Потому что мысли и ощущения – не одно и то же. Но человек находится в неведении, и будучи в этом неведении, человек ожидает какого-то прорыва, какого-то проблеска, какого-то прозрения. И, увы, сочетание каких-то новых мыслей, которые дают ему ощущение новизны, он воспринимает как прозрение. А это лишь просто химическая реакция между старыми концепциями, которые образовали новые. Как мы говорили, принцип калейдоскопа – стеклышки одни и те же, но то, как они сложили друг с другом, выявляет какой-то новый рисунок. Субтитры создавал DimaTorzok